Как сделать убить зомби из дошкольников? В сентябре 1995 года в Лос-Анджелесе прошла конференция психологов, посвященная лечению детей, жертв экспериментов ЦРУ по контролю над сознанием. На конференции обсуждались последствия программирования с помощью пыток, дистанционное управление людьми, автоматами, а также методы раздвоения личности. Машина времени, опаленные синапсы, приглашенный звук. Развалины Берлина еще дымились. Американские спецслужбы втихаря брали под крыло нацистов и их прихвостей из советских сателлитов. Примерно 5000 европейских антикоммунистов, как писала Вашингтон-Пост в 1982 году, тайно эмигрировали в США, а на заре эры телевидения талант молодого Рональда Рейгана «Выбивать деньги» был оценен в Лиге за свободу, за фасадом которой скрывалась ЦРУ. Этот целулоидный клоун-информатор ФВР в то время еще либерал появлялся на экране и убеждал зрителей отдать добытые в поте лица доллары на финансирование эмиграции в США восточноевропейских борцов за свободу. На самом деле речь шла о твердолобых нацистах. За прошедшие с тех пор десятилетия ЦРУ, Пентагон и армия старых и новообращенных нацистов заключили идейный союз, нерасторожимый и в здравии, и в болезни. В 1950 году ЦРУ начала серию экспериментов по контролю над сознанием. Роль подопытных кроликов отвели людям. За работу взялась сеть научных учреждений, служивших управлению ширмой. В лабораториях Тулейна, Макгила, Еля, УКЛА и Гарварда нейрохирургии психиатры исследовали возможности мозговых имплантов для контроля над поведением. Американские ученые трудились рука об руку с нацистскими иммигрантами. С тех пор вышла куча книг и статей, где говорится о зловещих лабораторных опытах, но никто не рассказал об экспериментах по контролю над сознанием, которые, по милости этой конторы, проводились на детях. Вероятно, отчасти это объясняется тем, что журналисты вообразить не могли, что кому-то придет в голову вытворять такие ужасы над детьми. В статье, написанной в 60-е годы, доктор Хосе Дельгада, психиатр из Еля, некогда прибывший из Франкистской Испании, в деталях описывает эксперимент над 11-летним мальчиком, которому он имплантировал мозговые электроды. Доктор Дельгада стимулировал синапсы своего юного пациента с помощью радиопередатчика с расстояния в 100 футов. Ребенок сразу же терял половую идентификацию и не мог с уверенностью сказать, мальчик он или девочка. Одна женщина, прошедшая через подобные эксперименты, вспоминает, что ей рекомендовали обращаться к экспериментатору из ЦРУ Гердоктор. Личность некоторых детей, использованных в экспериментах по методике психотравмы, по словам Валерии Вульф, психолога из Нового Орлеана, расщепилась на череду сменяющихся личностей. Большинство таких пациентов реагировало на определенные звуки, свидетельствовав перед президентским консультативным комитетом по радиационным экспериментам 15 марта 1995 года. Стук метронома, щелчок пальцами или языком, просто хлопок в ладоши. Пациент пробуждался от транса и как робот спрашивал, кого надо убить. Их легко было подтолкнуть к попытке самоубийства, нападению на врача или побегу из клиники в состоянии готовности к убийству. Клаудия Малинс, жертва экспериментов, дала показания президентскому комитету о своей поездке в 1959 году в лагерь на оленьем ручье Мэриленд, где в то время готовили детей для участия в операциях по шантажу на сексуальной почве в лагерях. Она была гостем мистера Шейбера, он же пресловутый кислотный специалист из ЦРУ, доктор Синди Готлеб. Цитата. Большинство мужчин, с которыми я так близко познакомилась, были или наблюдатели, или добровольцы. Нас обучали разным способом доставлять мужчинам удовольствие и в то же время задавать вопросы, подталкивая их к рассказам о себе. Потом мы должны были вспомнить все, что они нам говорили. После этой поездки я занималась главным образом в больницах, на базах ВВС, в университетах, в отелях, в Новом Орлеане, а также в так называемой фирме Тримс в Техасе. К сожалению, перед комитетом не предстал высокопоставленный чиновник ЦРУ, покровитель доктора Готлеба и детской проституции, Джоуи МакКоуи, бывший директор управления, которого следовало бы привлечь к судебной ответственности за использование семилетней девочки для сбора информации с помощью сексуальных технологий. Книга. Те, кто плачет, когда другие смеются. Weeping and play time of other. Кен Воден, учившийся в Примстоне, описывает психиатрическую клинику, расположенную недалеко от Далласа, Техас, где проводились более чем странные эксперименты над умственно отсталыми детьми, чьи родители служили на военной базе. Использовалась техника сенсорной депривации. Цитата. Я заметил странное здание с окнами, закрытыми тяжелым черным пластиком. Вечером бывший владелец дома сказал мне, что это частное владение доктора Снаппа. Доктор считает, что дело не в умственной отсталости детей, а в том, что их интеллектуальное развитие становилось при родах. Доктор Снапп полагает, что полностью затемненная комната имитирует материнскую утробу и помещает туда ребенка, чтобы он развивался. Донна Перриш чуть не погибла в такой утробе, когда родители вывели ее наружу после четырех недель изоляции. Они обнаружили, что ее тело покрыто язвами. Большинство пациентов рассказывало о своих неонацистских дублирующих личностях, которые верили в наступление нового Рейха, свидетельство Валри Вольф перед консультативным комитетом. Среди других симптомов у жертв отмечались сильные эпилептические припадки с временной остановкой дыхания. Одному из пациентов во время припадка врачи сумели сделать энцефалографию. Мозговые волны оказывались нормальными. Иначе говоря, это был приступ не настоящей эмпилепсии, а что-то вроде телесного воспоминания об электрошоке, сохранившегося на многие годы после прекращения пыток. Электрошоковая терапия – изобретение доктора Уго Сарлетти, еще одного испанского, хотя, судя по имени, скорее итальянского, к тому же в тексте именно фашист, а не франкист. Тем не менее, фашист. Электроды крепились к разным частям тела, но обычно выбирали те участки, которые скрыты под одежды или ткани, которые быстро заживают. Чтобы создать дублирующую личность, высокие технологии комбинировались с наркотиками, гипнозом и пытками. Задолго до того, как Силиконовая долина предложила миру компьютерную и виртуальную реальность, буквально десятки детей рассказывали психотерапевтам, что им надевались специальные очки, создававшие трехмерные видения ужаса и смерти. Ритуальное насилие над детьми и программирование сознания В середине 60-х психологи из Ленгли стали бояться разоблачений. Газетные репортеры почуяли, что от исследований по модификации поведения, которые финансировались правительством, потянуло освенцимом. Конгресс стал задавать вопросы, и головорезы из Ленгли зачесали в затылках то, что какой-нибудь журналист вскроет в дневник психотропных манипуляций было только вопросом времени. Решение пришло. Ученые из числа штатных сотрудников ЦРУ покинули лаборатории. Опыты были перенесены в религиозные сообщества. Незаметно, как летающие тарелки на бреющем полете. Агенты спецслужб организовали и взяли под контроль нетрадиционные религиозные образования. Храм народов, симбионскую армию освобождения, храм служения восходящему солнцу, порядок храмов востока, обрушающих храм солнца и движения Бхагавана Шри Раджнеша и много других. В 1966 году Чарльз Баки построил детский сад на Манхэттен-Бич, Калифорния. До этого Баки работал инженером в компании Хьюз Эйркрафт. Популярная шутка того времени, Хьюз – это и есть ЦРУ. Есть сведения, что операции по контролю над сознанием в детском саду МакМартин была делом рук секты, направляемой спецслужбами. Говорят, секта отпочковалась от стаи американских элитных спецслужб, занимавшихся контролем над сознанием. Случай уникальный, тут много всего сплелось. Например, Дженет Моррис, автор научно-фантастических романов и член Ассоциации за электронную защиту, одновременно была членом возникшей в Индонезии секты Ша-Бат, которая поклонялась демонам, повзаимствованным из разных религий. Моррис является также руководителем научно-исследовательской программы Совета США по глобальной стратегии. Этот Вашингтонский аналитический центр был основан ультраконсерватором Клером Бутом Льюисом, генералом Максвеллом Тейлором, генералом Ричардом Стилвеллом, бывшим заместителем директора ЦРУ Рэем Клайпом, твердокаменной Джин Кирк Патрик и другими представителями виртуального правительства. В 1991 году Моррис посетила Россию, где изучала технологическое чудо, устройство, которое с помощью инфразвука передавало команды, действовавшие на подсознательном уровне. Политолог Армен Викториан записал, что с помощью русского психокорректирующего передатчика сигналы передаются в обход сознания и дают немедленный эффект. Другой высокопоставленный член секты Ша-Бат, как утверждают сведущие люди, является исполнительным директором Маттелл, ведущего производителя компьютерных игр для детей того времени, создающих виртуальную реальность. Такие же использовали специалисты ЦРУ, чтобы нанести психическую травму малолетним жертвам своих опытов. Дети, посещавшие МакМартин, рассказывали о полетах на воздушных шарах, о слонах, клоунах. Возможно, они описывали лишь виртуальную реальность, подобно тому, о чем рассказала доктор Валери Вульф. Среди шамбатистов есть сотрудник ТРВ и Ханна Барбара, компании, выпускающей комиксы. Она была основана агентами ЛИСБУРО стратегических служб. Поддержку обвиняемым под делу МакМартин оказывали подсадные утки ЦРУ в масс-медиа и подставные организации вроде Фонда исследования синдрома ложных воспоминаний с ее теневым президентом Мартином Орном, ветераном ЦРУшной банды педофилов-шантажистов, согласно показаниям Квалдии МакМартинс, преднамеренно искажающие показания детей. Они старались, чтобы как можно скорее забылось, что после вынесения сомнительного вердикта во время второго процесса под делу Рея Баки на пресс-конференции, когда журналисты задали вопрос, верит ли кто-нибудь в МакМартине, что дети подвергались насилию, все присяжные подняли руки. Состав преступления Баки просто не был доказан, пояснили они. Тоннели под детским садом в 60 футов длиной, согласно оценке пяти независимых экспертов из местных университетов в 90-м году, служат подтверждением показаний детей. И родители, и психологи слышали от детей признания, идентичные рассказам малолетних жертв первых лабораторных экспериментов ЦРУ по контролю над сознанием. Оливер Стулн выступил продюсером фильма «Обвинения» по сценарию Эмби Майна, выпущенного на экран компании HBO. Манн, обладатель премии Эмми, завоевал признание, как автор сценария к фильму «Люрнбергская правосудие». Хотя, к сожалению, никакого правосудия над преступниками не свершилось. Манн ловко манипулирует общественным мнением, помогая нацистской диаспоре преодолеть прошлое. Один из самых известных голливудских биографов полагает, что на самом деле Эмби Манн не сам пишет сценарии, а нанимает литературных негров и просто ставит потом свое имя. Такого же мнения придерживается исследователь Дональд Фрид. Индиктемент «Обвинение» обходит молчанием тот факт, что ритуальное насилие над детьми – это фирменная традиция ЦРУ в сфере травматического программирования сознания. Лечение детей, подвергшихся программированию. Итак, 30 сентября около 100 психологов, в основном из западных штатов, собрались в отеле «Балтимор» в Лос-Анджелесе на трехдневную конференцию, где обсудили контроль над сознанием, множественные личности и ритуальное насилие. У каждого были пациенты, которые подвергались пытками и издевательствам в сектах. Организатор конференции Кэтрин Голл, детский психолог из НСИО, Калифорния, дала широкий обзор панорамы дублирующих личностей. В большинстве случаев, утверждала она, дублирующие личности появляются у членов сект. Их держат в обстановке постоянного контроля над их сознанием. И другой жизни они не знают. Нередко у пациента присутствует дублирующая личность, которая доносит секте обо всем, что говорилось на последнем терапевтическом сеансе. Но враги отнюдь не эти расщепленные личности. Они пережили ужас. Сексуальное насилие может быть только одним из компонентов программы травматизации. Обычно контроль над сознанием жертвы устанавливается в возрасте до 6 лет, когда личность ребенка находится на начальной стадии развития. Преступник систематически комбинирует наркотики, боль, сексуальное насилие, запугивание и другие формы психологического давления. В результате из-за невыносимых переживаний личность ребенка расщепляется. В исключительных случаях, когда ребенок не способен отреагировать раздвоением личности, он погружается в состояние ужаса. Происходит полный распад личности и психологическая смерть. В худших случаях истязатель при помощи насилия и запугивания создает дублирующую личность, не связанную с первичной личностью жертвы. При этом в процессе программирования в создании дублирующей личности вводится презрение к жертве. Мать ребенка также может страдать за программированным раздвоением личности и потерей памяти. Программы, контролирующие сознание, вводятся глубоко в память, запускаются кодовым словом или звуком, иногда недоступным слуху. Вторая личность часто живет в той части тела, которая подвергалась воздействию во время пыток. Если ребенка мучили, травмируя плечо, именно здесь будет прятаться дубль. Работа психолога, сказал Игоут, заключается в обнаружении дублирующей личности. В процессе лечения необходимо нейтрализовать ловушки для дураков, в том числе суицидальные порывы, оставленные программистом, чтобы брач туда попался. Как только пациент приобретет способность свободно перемещаться в системе дублирующих личностей, он готов работать с сознательными воспоминаниями о травме и начинает выздоравливать. Вики Грехам Костейн, доктор наук и детский психолог, клиницист, сделала доклад о лечении последствий психического кондиционирования. За постгипнотическими запретами таятся потоки воспоминаний о мучениях, перенесенных в детстве. В некоторых случаях воспоминания вытеснены в подсознание. Доктор Дэвид Несвальд длительное время разрабатывал методы нейтрализации программирования и преодоления последствий кондиционирования сознания. «Жертвам внушали, что порядочные люди будут избегать их», — сказал Несвальд, «что они отвергнут их и никогда не пустят в свой круг». Несмотря на попытки корпоративной прессы убедить общество в отсутствии такой проблемы лечения малолетних жертв опытов по контролю над сознанием, это непаханное поле, целенаправленное насилие над детьми, как писала Голд, в журнале «Истории психологии весной 1995 года» имеет значительный размах и крайне угрожающие последствия. 2709 членов Американской психологической ассоциации, принимавших участие в опросе, сообщили о 2292 случаях ритуального насилия. Только в 1992 году организация «Помощь ребенку» зарегистрировала 1741 звонок, имевший отношение к ритуальному насилию. «Монархические ресурсы» в Лос-Анджелесе – 5000, «Активные жертвы» – около 3600, «Справедливость» в Колорадо – почти 7000, «Взгляд» штата Мэй получил 6000 звонков. Все ученые светила, продвигающиеся в Академии контроля над сознанием, когда-нибудь довысказывались за создание психоцивилизованного общества. Если то, что мы видим итоговый проект, в фундамент этого общества заложены пытки. Цивилизация – это неотвлеченная идея. Капитанам индустрии нужны наши головы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова